итак продолжаем прохождение у нас голова 6 падения и мы упали с большой большой высоты на самое дно это огромная лаборатория апертюр так что увидели что картошка была расклёвана какой-то ворона и и была унесена в небытие это картошки было градус она питалась от нее 1,2 вольта мы ее потеряли теперь мы сами по себе нас больше нет помощников после того случая с вид ли про нас кредо жесточайшим образом чуть не убил мы сами по себе теперь предоставлены будем спасать свою пятую точку как можем дает гид руинах санга у нас она из портальная пушка и виднеются поверхности на которых можно открыть порталом так мы будем делать и продвигаться глядишь куда-нибудь и выйдем так вот здесь по сравнению с первыми стадиями где было все красиво оформлено и логично тут полный хаос разрушенные элементы старой конструкции и так далее вот я вижу поверхность теперь можно взглянуть на эти необычные строения наверное много денег сюда вложили за время кип аут уходите тунот интер не входите опасность опасность уходите интересно что что заберемся на самый верх везде предупреждающие знаки что нельзя входить и вообще это очень опасно все после того чтобы вот уже в принципе как-то и без разницы мы в каком-то помещении где есть огромное дверь похоже на просто огроменный сейф как у скрюч магнака мультики так таймер кабинка какая-то посмотрим что там такое если есть кнопочка надо нажать работает таймер на той стороне и на этой тоже всего 4 секунды что там у нас то же самое 4 секунды скорее всего нужно их нажать одновременно для этого у нас есть портальная пушка да это такой как бы тест если у вас нет портальной пушки вы просто не сможете их нажать одновременно интересно продумано это махина конечно и все это маленькая дверка для такого большого сейфа там действительно что стоящие иначе бы не стали делать такую супер-пупер защищенную дверь здесь наши другие заставки повествующие лаборатории или о бывых временах этой лаборатории как я помню из истории там аппаратуре из 50 какого-то даже 40 47 года когда только начиналось все это строится мы пришли к первой истокам опасность в воде в порту вообще нет нормальной воды и никогда не встречал неужели кроме мере где можно плавать а а а а а а а а а Пойдемте, рассмотрим, где-то должен быть вход. Жаль нет фонарика. Так, здесь у нас все закрыто, здесь также. Других путей нету. Вот то, что нам нужно. Да, портальная пушка это находка для тех людей, которые любят грабить банки, например. Других путей. Других путей. Других путей, поэтому позвольте мне представиться. Я Кейм Джонсон, и я здесь главный. Этот прекрасный голосок, который вы слышите, принадлежит Кэролой и моей помощнице. Она переведет вашей нарад и нарад в любую благотворительную организацию по вашему выбору. Правда, Кэролайн? Так, кто это, Леонид Джонсон? На ней здесь держится. Косок, который ходит на открытку. Учтите по мере, она замужем. За наукой. Так, мы попали в еще одно помещение громадное, где нам нужно… Вот дверь есть, может туда нужно попасть. Или вот туда. Попробуем туда попасть, где мост, точнее остаток моста остался. Скорее всего, до этого и сделан у нас верховая поверхность, на которой можно открыть портал, сделано и внизу тоже есть. То есть с помощью гравитации возможно совершить такое ускорение, чтобы пролететь до туда. Ага, здесь еще есть трамплин. Отлично. Он как раз направлен в этот круг из-под значка науки. Сейчас туда и доберемся. Так, падать лучше вот здесь наверно. Да. Так, сделаем. Да. Так, сделаем. Тут у нас старая утварь, печатные машинки. До военной эпохи, наверное. Выбор тестов для вас зависит от того, как вы реагируете на окружающий мир. Те, кто будет помогать в испытании отталкивающего деда, проследуйте вдоль синей линии. Для тех, кто согласился на впрыскивание ДНК богомола, у меня есть хорошие и плохие новости. Этот тест отложен на веки. Хорошие новости. У нас есть новый прекрасный тест. Сражение против армии людей богомолов. Берите винтовку и следуйте вдоль желтой линии. Вы сами поймете, когда начнется тест. Видно, у них здесь не только такие эксперименты проводятся. По портальным пушкам. Или, как называют физики, исследования червоточины. То есть, возможности перемещения с одной точки в другую мгновенно. Что и делает портальная пушка. Приблизить. Подсказывает нам. Есть вот одна поверхность. Есть дверь с зеленым значком открытой ручки. А, вот еще и портальная поверхность здесь есть. Отлично. Уберемся вот туда. Для начала. Я думаю, здесь поверхность сделана не просто так. Тут надо как-то вылететь из нее, наверное. И перелететь через все это и попасть в эту дверь. Нужно большое ускорение. Где его взять? Внизу ничего нет. А, вот есть. Одна панель. Она как раз в лунной шахте находится. Точнее, не в лунной шахте, а в шахте лифта. Нам это и нужно. Так, откроем здесь портал. И как раз... Ага. Так, мы не доберемся до туда. И лифт уже не работает. Но есть лестница, но можно спуститься ниже. Ага. Отлично. Как раз ускорение свободного падения. Мне кажется, хватит, чтобы добраться вот до этой двери. Вперед! Ну, шикарно. Все правильно. Пока что. Так, где там оказались? Pump Station Alpha. Альфа. Насосная станция какая-то. Интересно, интересно. О! Если есть кнопка, надо ее включить. Это во всех играх. Правила это работают. С детства им пользуюсь. Очевидно, мы включили вот этот интересный агрегат. Похоже на насос. Огромный. Так, что там? Нет, здесь прохода нет. Ну, здесь какое-то отверстие, куда можно выйти. Угу. Там можно открыть Алтау. И просто выйти. Отлично. Высоковато. Угу. Как специально для нас сломали часть изгороди. Периум. Говорят, наука строим. Чтобы могли пройти. Но не здесь. В лаборатории мы все делаем с нуля. Нам никто не помогает. Да, интересно начинается. Вот эти уровни. Тут посложнее задачки. Что ж, от этого порта только лучше становится, чем просто кубин ставить на кнопочки. Это гораздо интереснее. Ну, начнем. В первом испытании вы будете иметь дело с отталкивающим гелем, как его называют мои лаборанты. Между прочим, вы не входите в контрольную группу. Вы получите гель. В самом низу досталась простая синяя краска. Ладно, шутки в сторону. Это иногда случается. У него перелом обеих ног. Печально, но очень информативно. Тут еще такая картинка есть. Это, похоже, в то время была такая у них портальная пушка. С огромным рюкзаком. Даже охотники за прийдения бы позавидовали, мне кажется. Таким размером. Ух ты. О, это прыгающий гель. Тот сам, про который так много рассказывали. То есть он имеет, поверхность с обработанным таким гелем имеет отличное отталкивающее свойство. Это даже не как бы вот тут. Здесь колебания не угасают. Вы прыгаете и прыгаете. Пока сами, если не нажмете Ctrl, не остановитесь. Прикольно. Так. Что это у нас? Подсказка открыть портал. Да, похоже. Вот кнопочка. Выход. Нам достать куб. Как это сделать? Кнопка управлять дверью. Но не кубом. Тут есть рисунок, что если мы, кажется, головой, что ли, ударим об этот ящик, то улетит куб. Наверное, так они думали. Вряд ли. А, кстати, тут же кнопочка есть еще. Вот она. Сейчас мы допрыгнем. Что интересно, момент силы сохраняется, если вы подойдете с одной перестиной на другую. То есть вы можете легко перепрыгнуть отсюда. Туда, например. Отполагая этому гелю. Отлично. Таким же макаром прыгаем на эту сторону. Лаборанты говорят, что я не должен упоминать о контрольной группе. И они против заранее записанных сообщений. У меня идея. Запишу-ка я побольше таких сообщений. Здесь я плачу зарплату и буду говорить столько, сколько захочу. Следующий тест. Вы по этому пути короче. И как мне туда добраться? Ага. Ага. Это поверхность. Ещё одна. Тихо. можно легко упасть совсем неприветливая жидкую то ли воду то ли токсины так сюда для следующего испытания мы ввели в гель наночастицы это означает что миллиарды мелких штуковин будут путешествовать по вашим сосудам и впрыскивать в опухоль в экстрементальные гены и молекулы РК. Может пока у вас нет опухлей не переживайте если вы сидели на столе в местибеле без сольцовых паштаников мы об этом позаботились чувствуется эта организация апертюр она когда делала свои эксперименты вообще не заботилась никаких какие-то там политкорректных и толерантных вещах делали что хотели они так вот здесь есть у нас кубик можем достать есть две полонной поверхности между ними ходит этот лифт как бы до него добраться да можно так как раз и лифт тихо не успел ты то что что такое при дни быстро двигаться сейчас есть хорошо дальше что тихо так вот есть выход exit тут еще какое-то поле экспреприации который у нас экспреприирует все подряд поверхность который открывается помощью этой кнопки сходим туда нажмем эту кнопку там дальше видно да она превратилась панель на которой можно при портал отлично замысел понятие нужно прыгнуть не так конечно с разгонами и переместиться сюда так отталкивающим синим гелем размазаны все стены и чуть-чуть пол есть кубик проиграем мячик здесь же физика реальная поэтому будем зигзагом отталкиваться отлично не сам уж способ перемещения конечно кажется да нужно иметь отличный стимулярный аппарат так что он открывает еще одну поверхность все просто прыгаем сюда прыгаем полетаем оттуда ударяемся при выход прям чувствуешь себя кенгуру да на случай если вы измажетесь отталкивающим гелем лаборанты дали мне один совет не допускать попадания отталкивающего геля на тело нам пока еще не удалось определить этот элемент но могу сказать вот что он очень живучий и ему огнем не нравится человеческий скелет они очень умеют обрадовать после того как прошли испытания с этим гелем теперь я буду весь мем измазан и они еще говорят что всего лишь можно потерять костную ткань между прочим эти лабораторные сферы сделаны из асбеста он отпугивает крыс сообщите нам если вам если по время то время тестов вас будут мучить удушье сухой кашель или остановится сердце это не часть эксперимента это асбест отличные новости лаборанты сказали что симптом отравления асбестом находится в скрытом состоянии в среднем 44 шестьдесятых года так что если вам за 30 радуйтесь в худшем случае проходите несколько партий bridge а наука продвинется на 300 лет вперед я ввел эти цифры в калькулятор в ответ он показал счастливую рожицу ученые те еще и юмористы оптимисты мы находимся на самом низу огромная сфера где-то вверху от края всего выхода даже написано exit нам нужно добраться наверх вот там есть поверхность на котором открыл портал и здесь дрожи их намазали лунной поверхностью чтобы можно было открывать портал даже что вот еще одна поверхность интересно я весь в геле очевидно от моего костного мозга ничего не останется будем оптимистами здесь мы ставлюсь основным элементом игры это трубы в которых из которых идет жидкий гель как вода и мы можем направлять его куда угодно таким образом например здесь только лучше конечно не потолок прыгать нужно туда забраться кроме вертикально обрезка уберем кто-то вот так чуть-чуть измазываемся зато ну-ка на 300 лет вперед подвинется там есть какая-то поверхность тут выход нам нужно допрыгнуть туда на немаленький будь нужно хорошо разогнаться он был больше умазать спал полумазал программа есть ну да есть толку мало как нужно еще здесь вымазать все больше поверхности нету а мы скорее всего просто нужно прыгнуть с высоты и перелететь туда так и сделаем вот нет я понял здесь еще сделать трамплинчик небольшой как раз туда мы подскочим к выходу не зря же нам дали вот эту трубу с которых постоянно капает через поле экспреприации ничего не проходит это нужно бы сначала здесь открыть его тут портал открыть его здесь и что мы видим прямо в цель теперь сами так ждите супер еще кое-что в кофе который мы недавно пили мы добавили алюминисцентный кальций чтобы мы могли наблюдать активность нейронов мозга существует большая вероятность что ваша лобная доля затвердеет и превратится в стекло не нужно в этом духе визуализация процесса в условиях стресса может спровоцировать эту реакцию чувствую все кто приходил к ним на эксперименты просто так не уходили обратно то им в кофе подмешают что-то то нано боты у них крови после этого геля отлично не хотелось бы попасть под опытным кроликом в эту лабораторию наше героиня еще отличное видео просто 158 год если вы входите в контрольную группу кеплер 7 то в ваш череп вживили крошечный микрочип размером с почтовую открытку наверное вы и забыли о его существовании но если он начнет вибрировать и пищать сразу сообщить это означает что скоро он раскалится до 500 градусов и нужно его срочно вылечить так мы сталкиваемся еще с одной тур новой жидкостью точнее самой что ни на есть обычной водой которая может что смывать все с нас лично так есть кнопка который управляет непонятно чем скорее всего этой трубой нужно ее добраться и включите мы можем даже с прыжка принципе добраться на кнопки если мы все покроем доталкивающим гелем то как раз мы сможем дотянуться до нее так и сделаем вот крестики нам нарисовали специально чуть попала на нашу героиню это не страшно я по-моему уже ничего не убьет даже маленький нано робота который есть в этом деле дальше что если мы кинем сюда толщики мы можем просто подскочить на вот этот виде стал есть выход вот есть поверхность как раз перпендикулярная она подает в этот квадратик но он на не закрашиваю заводы поэтому нужно отключить все просто прошли я говорил подождите минутку ну что же следующем испытании вам придется столкнуться с путешествиями во времени хочу дать совет если вы встретите самого себя не смотрите ему в глаза лаборанты сказали мне что это стирает время совсем и прошлое и будущее сделать одолжительного могу и вам не беспокойте его там попасть то нужно вот сюда очевидно к выходу тут есть отталкивающая лужица дальше что может разгона попробуем я понял сначала так нужно сделать да теперь когда мы будем прыгать вниз с разгона мы улетим из этой наклонной поверхности ударимся и как раз двери попадем все гениально и просто так 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 кстати все не понять не не понять не становится но темы интереснее так тут у нас есть лунные поверхности снизу сверху вот здесь одна лунная поверхность на которую можно открыть портал и его те лесенки скорее всего самая недоступна это наша цель эти лесенки как туда добраться с разгона можно вылететь вот отсюда например с лифта упасть вот сюда и мы со скоростью нашего падения к земле вылетим из этого отверстия из-за синего портала точнее пойдем отсюда а дальше что если бы здесь был отталкивающий гель на нем мы бы подскочили дальше их раз попали на лестнице нам даже нужен гель посмотрим вот лично вот и он да все просто летим отскакиваем и наконец попадаем куда нужно тут уже пару панелей с лунной поверхностью и обрыв может повыше подскрыть его ну вот лично если вы это слышите значит слишком долго переходите между тестами Лоранда говорят что это из-за страха еще бы я не знаю как кажется что эти яйца головы не умеющие распознавать опасность пока она их не укусит за мягкую розовую задницу проецируют на вас свои страхи они не летают в космос не переплывают океан не это делаем мы мы с тобой против целого мира сынок мне нравится твое упрямство но побольше пропорство не помешает давай решим эту задачку здесь что удобно подсказывать где открыть портал как раз там нарисована пиктограмма желтый черный какие-то четвертинки от круга так вода отталкивающий гель синий что будет о там же сетка как раз все легко намочила куб я все расфигачил тут какой прыгучий стоп надо поймать его кусок стекла нам не нужен стоп есть какой прыгучий а не хотел бы такой кубик дома мне все бы разнес по моему водой его сразу чистый прям сразу так кнопка нам тоже наверно нужна будет нет просто добраться уже будет не прямо не проблематично как то уже так делали просто подпрыгиваем разлитым нами гелем и поехали ну должны поехать лифт включен стоит галочка значит нужно убрать кубик какие тут необычные фигуры вырисовываются а ну мы так же намочим его как и раньше он будет прыгать и соскочить с этой кнопки очевидно и и и и очевидно руководитель этой лаборатории был очень самовлюбленным самовластным человеком аппертьюрская инсиновейшн кстати значок поменялся уже скорее всего раньше у них был такой значок в аппертьюре лабораторис поздравляю тот факт что вы стоите здесь и слушаете меня уже является огромным вкладом в науку как голова лаборатории исследования природной притапов я благодарю вас и надеюсь что мы сможем на вас рассчитывать в следующем раунде испытаний мы не собираемся выпускать и хотим отладить все до конца поэтому если вы сохраните хорошую физическую форму на стоянке вас всегда будет ждать и будет до свидания до свидания она просто золото это че он тут мужик который нам тут рассказывать все с прической а-ля 50 спасибо вам за все так это не важно что-то здесь нет выхода хоть и написан выход это есть лунная поверхность откроем портал углу пригодится 71 год ну делать нечего идем туда опять насосная станция бета уже какая-то два насоса с отталкивающим гелем и каким-то оранжевым гелем еще неизвестно так есть и что у нас пультовая этой станции сейчас мы туда и доберемся сейчас мы туда и доберемся потому что здесь делать внизу нечего так она чуть повыше находится чем нам нужно а вот еще один есть еще одна поверхность для порталов мы можем упасть и с помощью разгона с этой поверхности прилететь вот на этот отмосток так что ж так и сделаем угу не получается так с чего надо попасть сюда а тут уже не могу открыть портал все посмотрим что еще можно сделать может применим законы физики здесь можно открыть синий а здесь оранжевый портал если мы будем прыгать в оранжевом то то есть мы бесконечно будем прыгать между порталами и таким образом сохранить свою энергию вот это падение потом откроем портал здесь шикарно то есть мы сохранили момент силы который у нас получился при падении и также использовали его для открытия точнее для перелетания с этого портала сюда кнопочки включаем их обязательно компьютер уже чуть-чуть посовременнее по сравнению с замечательными машинками чувствуется дух 70-х тут всякие схемы что якобы это станции питают все остальные станции или испытательные камеры скорее всего у нас выход был закрыт опять эти огромные шары с испытательными камерами кучей проводов и прочим так здесь у нас контрол рум контрольная комната моря и и и в и в л в и и в Позвольте мне ответить вопросу на вопрос. Кто хочет заработать 60 долларов наличными? Вы также можете расслабиться и отдохнуть 20 минут в комнате ожидания. Черт возьми, там гораздо удобнее, чем на скамейках в парке, где вы спали, когда мы вас нашли. Добро пожаловать в лабораторию. Вы здесь потому, что нам нужны самые лучшие. И это вы? Нет. Два губерца. Так или иначе, не разберите здесь ничего. И вообще, вам лучше ничего не трогать, пока это не потребуется в ходе эксперимента. Непонятно пока, куда идти. Ух ты. Та самая птичка, которую унесла Глэдос. И ее, типа гнезда, что-то такое. Даже там вроде как яйца лежат какие-то. И вход открытый. Что как бы намекает. Так, как можно сюда пробраться? Высота нехилая. Можно легко разогнать с помощью гравитации. Так, не сделаем. Поехали. Правильно, что плюет. Ты чувствуешь этот идиот там наверху? Понятия не имеют, что творит. Если его не отключить, через несколько часов здесь все взорвется. Я не могу передвигаться. А я тебе понадоблюсь, чтобы заменить его, если не собираешься отбилить себе голову и подключить ее к моему прежнему телу. Тупиковая ситуация. Ну что скажешь, ты отнесешь меня к нему и вернешь меня в тело, а я предотвращу взрыв и отпущу тебя. Без обмана. Это картофелина генерирует 1,1 вольт электричества. Мне не хватит энергии собрать тебя в буквальном смысле. Даже если я могу, что ты теряешь, ты умрешь в любом случае. Слушай, мне это нравится не больше, чем тебе. Пожалуй, мне это нравится даже меньше, потому что именно меня частично съела птица. Кажется, я не ударил меня. Я просто нажал действие на ней. Дого не так? Надя-ка, у тебя есть мультиметр-метр. Не важно, в пушке должен быть магний. Кажется, я могу выдать еще полуэта. Последи за мной, мне нужно вынадиться за пьемой. Так, мы теперь еще разговаривали. Где вы? Сколько я буду? В кооперативе. Про вольта не помешают, но для чудес этого миловато. Если буду слишком много думать, эта картофелина поджарится раньше, чем у нас. У нас появится шанс сгореть в огне ядерного взрыва, который срабатывается устроить. Устроит маленький идиот. Отключилась. Ну и ладно, здесь у нас открылся лифт. Что-то я не так сделал. Я вообще хотел на него запрыгнуть. Ну так получилось, что вылетел и пролетел все на свете. О, привет. О, привет. Ты чувствуешь, что этот идиот там наверху понятия не имеет, что творит. Если его не отключить, через несколько часов все взорвется. Я не могу передвигаться. А я тебе понадоблюсь, чтобы заменить мою нить и ты не собираешься открыть себе голову и подключить ее к моему прежнему телу. Тупиковая ситуация. Ну что скажешь, ты отнесешь меня к нему, к нему и вернешь меня в тело. А я предотвращу взрыв и отпущу тебя. Ты ударил на меня. Что с тобой не так? Зови-ка. У тебя есть мультиметр. Принважно. Впутки должен быть важней. Кажется, я могу увидеть еще полуэнта. Последи за мной. Мне нужно помодиться на схемы. Ой. Это... Где мы? Сколько я была без сознания? Молы альта не помешают, но для чудес этого миловато. Если буду слишком много думать, этот картофель натотжарится раньше, чем у нас появится шанс сгореть в огне ядерного взрыва, который собирается устроить этот маленький идиот. Допрыгнем же туда. Есть. Я думал, она поджарится через поле экспроприации, это картофель на сквадос. Внутри. Вряд ли, конечно, суперкомпьютер может работать от напряжения картофеля на 1,2 вольт.